Субтитры делал DimaTorzok Играет крайне нестабильно Но вот в этом сезоне все говорило о том, что французы таких готовы показать класс Похоже, что в этом году тренер Тухель смог собрать из звезд настоящую команду Противостоять пассажир должна была немецкая машина, которая напротив всегда выглядит надежно Но на последнем отрезке вообще вышла на невероятный уровень Обе команды в этом сезоне уже выиграли все, что могли в своих чемпионатах И теперь для каждой из них в коллекции не хватает лишь одного ушастого кубка Первые 10 минут игры были полностью за Баварией Они контролировали мяч и ход игры После этого пассажир начал перехватывать инициативу Но почему-то очень часто стремился играть верхом Что, учитывая отсутствие центрального нападающего типа Кавани, выглядело не очень логично Тем не менее, на 13-15 минутах Баппе очень неплохо пробил, но его удары были заблокированы На 18-й минуте очень опасный момент был у Неймара Потом на 22-й Ливандовский ответил ударом штангу Но уже на 24-й Демари ответил не менее опасной контратакой С 30-й минуты видно было, что пассажир готов запустить сценарий матча с Леоном Он включил активный прессинг и пытался ловить центральных защитников Баварии Которые очень высоко выходили при атаках С Леоном подобное сработало С Баварией, увы, нет Хотя на 45-й минуте Баппе был максимально близко к тому, чтобы забить гол Но почему-то пассажир начали распасовываться в своей штрафной И в итоге потеряли просто убойнейший момент В целом пассажир играл немного проще и вертикальнее Использовал стремительные контратаки, чаще всего флангами через Демарию, Баппе или Неймара Пытался ловить высокорасположенную защиту Но в то же время куда больше порадовала игра французов в защите Даже Неймар играл на команду Не отлынивая от защитных действий И исправно возвращался в оборону Бавария играла в своем фирменном стиле Где особенно хорошо выглядели Тиаго, совершающий огромный объем работы Кингсли Каман, который ожил с приходом Флика Как всегда был хорош Ливандовски Ну и нельзя не отметить Альфонсо Дэвиса 19-летний фуллбэк был очень неплох По результатам первого тайма Пассажир откровенно больше создавал И заслуживал открывать счет Так как имел минимум 3 опаснейших момента Против максимум 2 аналогичных моментов Баварии Но как бы то ни было Первый гол забивает Бавария Счет открывает Кингсли Коман Парень очень хорошо играл весь матч И заслужил на этот гол После этого момента Инициатива переходила от одной команды к другой Обе команды создавали много моментов Хотя на наш взгляд у пассажей их опять таки было больше В любом случае игра была очень интересной В любом случае игра была очень интересной Конечно не такой же зрелищной как финал Лиги Европы Но в целом уровень был хорош И посмотреть было на что Первый забитый гол в этом матче стал и последним В итоге матч закончился со счетом 0-1 Париж уступил Баварии И так и не сделал исторического достижения Не завоевав кубок В то время как немцы делают в этом году требл С чем и поздравляем Баварию Париж уступил Баварии